всем привет здравствуйте вы на канале turkey space где мы рассказываем о нашей вынужденной неожиданной иммиграции из россии в турцию меня зовут олеся меня зовут владимир вторая часть нашего видео первую часть вы сможете посмотреть вот здесь рекомендации на момент записи этого видео мы уже получили вид на жительство в следующих видео будем рассказывать вам пошаговую инструкцию как получить вид на жительство здесь он называется и комет гражданам рф так продолжим нашу историю вот мы в арендованной холодной квартире в стамбуле поздним вечером внутренняя дрожь сохраняется и уже неясно адреналин это или нас трясет от холода впрочем в стамбуле на тот момент всего плюс 7 на улице мелкий снег на нас тряпочные кеды и нет зимней одежды мы добрались до арендованной квартиры поднялись в нее и обнаружили что квартиры невероятно холодная центрального отопления в ней не предусмотрено мы включили все имеющиеся обогреватели чтобы наполнить спальную комнату теплом немного согреться и расслабиться вова говорит что надо бы поесть а я уже и забыла об этой базовой потребности мы спустились в первую донорную первую попавшуюся на на пути из квартиры донорную купили две шавермы по цене 25 лир за каждую впрочем ценник этот не низкий район туристический и цены ориентированы на туристов купили также бутылку пива чтобы выпить немного расслабить мышцы и свою голову предусмотрительно в аэропорту мы обменяли 50 долларов на лиры чтобы оплатить такси так как прилетели мы уже накануне ночи и городе искать обменники было невероятно да и сил уже не было такси кстати тут по таксометру подъезжают желтые машинки стройным рядом к выходу из аэропорта и загружают один за другим прибывших стамбул рядом стоит инструктирующий и жестами покажет показывает на свободную машину и помогает загрузиться в машину прибывших сразу оговорюсь что некоторые таксисты хитрят пытаясь заработать большую сумму вне таксометра говоря о какой-то платной дороге и прося заплатить сверху 100 лир на тот момент мы не знали об этой детали и переплатили 100 лир таксисту сумма не бог весть какая большая но тем не менее неприятно вернемся в нашу временную замерзшую квартиру значит купили мы две шавермы бутылку пива поднялись в квартиру накрыли стол шаверма пиво youtube съели по половинке шавермы распили бутылку пива на двоих аппетита нет совсем желаемого расслабления мы не достигли собрались силами и вот мы трясясь от холода прижавшись друг другу стоит душевой клетки горячие струи воды текут по нашим отменевшим телам бегом и мы уже потеплевший спальня натянули на себя стул одежек будто спать собрались прямо на улице нам никак не согреться вот мы улеглись а в голове румысли неужели это все реальность как же так могло случиться ведь совсем не так не себе представляли наш путь в новую жизнь почему же я ощущаю себя беженкой вне беженства что еще нас ждет впереди сможем ли мы выдержать все эти испытания моральные и физические чувство страха меня не оставляет я лежу в полной тьме не могу уснуть в душе уже не кошки скребутся а целые тигры пытаюсь нащупать хоть какую-то опору и вдруг голове без моего согласования всплывают слова из чинаш я подчиняюсь порыву мне становится легче тревога отступает не то чтобы я была верующая но зацикленное повторение слов называемая молитва молитва и заставляет перевести внимание от тревожных мыслей погрузиться в сон ниже наоборот голове была пустота не было сознание того что происходит с нами сейчас на данный момент было ощущение некой такое как будто мы приехали в отпуск может быть это благодаря столь теплому приему хозяина квартиры наш давний друг нас принял так что я погрузился в сон но сон оказался поверхностным полночи я искал котенка искал по кровати где он там спит то запускал его под едеялку под крылышко чтобы он дальше уснул собственно говоря и прошла вся ночь меня я в отличие от вовы спала достаточно глубоко видимо настолько была источена хотя до этого 12 лет россии мой сон был только на снотворный вот ранее утро 8 часов я проснулась как штык от приводи внутри бутаком изжалась я гляделась по сторонам выглянула в окно за окном серый холодный идет дождь я не могу понять сон ли это все или реальность точно ли я не в россии мой взор уперся отель напротив под названием такси прелюд посмотрела направо там отделение полиции повернула голову налево там череда кафешек все вывески на турецком и на английском мне все незнакомо архитектура совсем непривычная я точно не в россии почувствовала легкое облегчение но чувство нереальности происходящего не оставляет новостях все те же ужасы будто кто-то злой пошутил и сердце обрывается но думаю она и к лучшему что я ничего не чувствую некогда разбираться в своих эмоциях пусть лучше я буду каменной так проще делать то что должен разбудила вову мы позавтракали остатками булочек и масла с борта авиалинии узбекских съели всю эту массу проглотив как не почувствовал толком вкуса ну все пришло время решать первую задачу по пути к получению и кометы для этого нужно оформить первым делом турецкий и ннн здесь он называется вирджи нумераси его будут у вас спрашивать абсолютно на каждом этапе оформления документов они обычно его будут спрашивать как такс намбер первое время мы попадали в некое замешательство до нас просили показать такс намбер когда мы знаем что он называется вирджи нумераси имейте выглядит он обычно либо как полукартонная бумажка похожая на водительские права только чуть меньшего размера где указано ваша фамилия имя как в паспорте заграничный город который вам вид выдал его ну собственно и сам налоговый номер либо как распечатанная бумажка а4 с теми же данными только адрес более развернутый сделать его можно двумя способами первый способ физически обратиться в местную налоговую по району вашего где вы остановились называется он вирджи ибереси время это занимает 5 минут на месте и вам подают эту самую распечатанную бумажку либо онлайн не выходя из дома для этого вам потребуется лишь ваш загранпаспорт и номер телефона российский тоже подходит следующем видео мы вам предоставим видео инструкцию как оформить нн не выходя из дома на сегодня все всем пока подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите свои комментарии не можете задавать вопросы которые у вас возникают будем это учитывать в следующих видео и отвечать на по привычке пошел по подворотню где человека из деревни вывезли а деревню из него никак ищет до пути похожие на наши родные и запах прелестен прям как дома